В Наманганской области Республики Узбекистан сотрудники милиции совместно с учителями общеобразовательных школ устроили рейды в мечети с целью препятствовать посещению детей таровых намазов. Соответствующий видеоролик 9 мая опубликовала на своей странице в фейсбуке радио Азадлик. На видео видно, как сотрудники милиции препятствуют детям входить в мечеть на таровых намаз, несмотря на возмущение и недовольство местных жителей. На вопрос одного из местных жителей, как же обещание президента Мерзияева о том, чтобы никто не препятствовал соблюдению ислама, сотрудник милиции в свою очередь о разведе руками отвечает, что у них указание сверху. Напомним, что 15 апреля силовики из отдела по борьбе с экстремизмом закрыли языковой центр Икмат-Либи-Лим из-за обнаружения в учебном заведении Корана. Собеседник Хабархо узбекский блогер Махмуд Абдул-Мумин прокомментировал ситуацию следующим образом. Узбекистан – одна из тех стран, где жестко подавлялось любое проявление ислама с целью воспрепятствования возрождения исламской сознательности в народе. Во время правления тирана Каримова такое подавление происходило в открытой и жесткой форме. Но Мерзияев после прихода к власти ради получения народной поддержки произвел некоторые непродолжительные реформы популистского характера, в том числе и в сфере, касающейся соблюдения ислама. Сегодня мы видим, как идет обратный процесс в отношении предоставленных якобы свобод для жителей страны, в соблюдении ими своей религии. Нужно отчетливо понимать, что Мерзияев является воспитанником каримовского режима. Он принимал активное участие в подавлении исламского возрождения в стране. Как и все сегодняшние правители-марионетки центрально-азиатских стран, он не допустит исламского возрождения у себя, потому как это будет концом его правления.